На часах 6 часов вечера в прямом эфире 7 канала новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко в четверг посетит Одессу. Несмотря на отсутствие официальной программы мероприятий, известно, что глава государства планирует провести совещание, посвященное борьбе с контрабандой. Также президент планирует посетить раненых в военном госпитале, передать им подарки, а медикам вручить новое оборудование для сложных операций. В завершении визита Порошенко перед общественностью области представит новую концепцию развития страны. Стратегия 2020. Старые лица под новыми лозунгами. Политический эксперт Геннадий Чижов подвел итоги независимого соцопроса на тему выборов в Одесской области. По результатам опроса уже определились явные лидеры. В Киевском районе с большим отрывом лидирует Эдуард Матвейчук, в Суворовском Дмитрий Голубов. Малиновский район отдал предпочтение Геннадию Чиките. В Приморском районе однозначный лидер Сергей Кивалов. Ну я хочу подчеркнуть, что вот исследование, которое было 6 октября, оно было у нас в виде опроса и оно было в виде личного контакта. А сейчас выборка уже более серьезная, более репрезентативная, она квотная, соблюдены все стандарты социалистического исследования. Что касается партийных списков, то следуя результатам опроса, из политической гонки вылетает интернет-партия Дмитрия Голубова и правый сектор. В свою очередь лидерами все еще остается блок Петра Порошенко. Далее идет сильная Украина и оппозиционный блок. Также Геннадий Чижов отметил, что увеличилось и число людей, которые пойдут на выборы. Это 71%. 16% одесситов еще не определились. 13% респондентов решили точно не идти на выборы. Требования отказаться от любой предвыборной агитации в последний день перед голосованием в Одесском регионе выполняться не будет. В этом убежден руководитель областной организации комитета избирателей Украины Анатолий Бойко. Впрочем, по его мнению, добиться этого технически невозможно. В первую очередь речь идет о различных публикациях и информационных роликах, которые продолжают воздействовать на сознание избирателей даже в день тишины. О подобных проявлениях можно обращаться в правоохранительные органы или в комитет избирателей по телефону 716-40-18. Сотрудники МВД Украины перешли на усиленный круглосуточный режим несения службы во всех областях страны. В первую очередь это связано с целью предупреждения провокаций и диверсий. Об этом сообщил в Одессе советник министра МВД Украины Зорин Шкиряк. Он отметил, что ежедневно ведется активная работа по задержанию экстремистов, в том числе и в Одессе, у которых изымается огромное количество оружия и взрывчатки. По словам чиновника, правоохранители готовы к дестабилизации обстановки со стороны оппозиционных сил. Слушайте меня внимательно. Представители этого оппозиционного блока, Скорик, Шуфрич и все остальные, наверное, до сих пор не дошло, что страна изменилась. Ваши грязные технологии, ваши методы больше не пройдут. Я обещаю, что вот эти несколько дней, в частности в Одесской области, будет максимальное внимание привлечено к действиям всех, без исключения, я хочу подчеркнуть политических сил. Милиция вне политики, и такой мы ее будем строить. Но нарушители закона, независимо от статуса и политической приналежности, будут наказаны. Также советник министра МВД отметил, что сегодня усилено присутствие спецгрупп и других спецподразделений на всех пунктах пропуска с Приднестровьем. Что касается реформирования МВД, то только по Одесской области из рядов правоохранительных органов было уволено 412 человек. Из них 245 офицерский состав. 209 сотрудников Одесского УВД несут службу в зоне проведения антитеррористической операции. Жилье, которое не защитит от дождя. В селе Черноморское есть 9-этажный дом. Изнутри он покрылся плесенью из-за проблем с межпанельными швами. Ему всего 25 лет, а он уже нуждается в капремонте. Правда, в жителе все не могут его дождаться. Ливни уже уничтожили ремонт и испортили выключатели и розетки. В неправильном доме побывала наша съемочная группа. Вот вы можете еще ванну захватить. Покапала вода. Вот только сделали натяжной. Когда идет дождь, в этом доме от него тоже не укрыться. Вода сквозь швы ручьями льется по стенам подъезда и квартир просачивается на подвесные потолки и выливается в плафоны. У многих в квартирах не работает половина розеток и выключателей. Вот это как бы наша должна была быть детская комната. Из-за того, что в двух из трех комнат из-за сырости, плесени и ручьев холодной дождевой воды жить невозможно, семья Виктории ютится в зале. Это самое сухое место. Новоселье здесь отметили чуть больше трех лет назад. И тут началось. Сразу по швам полилась вода, обои отстали, пошла сырость, плесень. Так как у нас ребенок склонен к аллергии, то есть любая провокация у него вызывает болезнь. Ему нельзя просто находиться ни в сырости, ни в пыли, нигде. Так, дожди портили ремонт не один раз. Несмотря на то, что после этого инцидента квартиру утеплили своими силами, заделали швы, влезли в долги, начали делать ремонт в детской, спальне и санузле, дом снова потек. У нас опять же, также по швам клюется вода. Обращение в ЖЭК о больших проблемах со швами Виктория носила не один раз. В ответ написали, ремонт межпанельных швов включен в план работ на 2013, тем временем 2014 на исходе. В подъездах у нас с тех этажа, начиная с тех этажа и заканчивая первым этажом, во время любого дождя всегда стоит вода. Всегда стоит вода. Заливают лифтовую шахту. После этого лифт может не работать по месяцу. То есть пока все не просохнет, понимаете? В соседнем подъезде проблема та же. Обещания, отписки, заявления и ничего. В последний раз, когда шел дождь, Светлана Ильинична не спала до пяти утра, не пускала в воду. Пожилая женщина даже натерла мозоли. Вот отсюда вот, это вот видно оно, вон потеки. Ну как я могу сделать здесь какой-то ремонт? Вот оттуда, вон оно видно, оно течет, рекой течет. Воду выжимала тряпками везде, на балконе, в комнате текло до дверей. Начальника Черноморского ЖКХ на месте мы так и не застали. Был на выезде. Зато ситуацию прокомментировал управдом. Говорит, для того, чтобы сделать швы, необходимо заказать подрядчика. Денег 20-30 тысяч пока на работы нет. Коммунальщики успокаивают. Вопрос решается. А у 47-й, да, он вот сейчас в этом году, он должен пойти. Я думаю, что он пойдет. Деньги мы найдем обязательно. Там небольшие деньги. Швы, которые находятся с торца этого дома, с моря, это южная сторона, юго-восточная сторона, которая, с той стороны она будет делаться обязательно. Лицевая сторона, фасад дома, он более-менее прочный. Но все равно мы его включаем. Пока же пообещали до холодов начать хоть какие-то работы. Ну а Ваня, сын Виктории, мечтает о новой комнате и хвастается светильниками, которые должны появиться в его детской. Если в ней, конечно, можно будет жить. Ну это синий большой, это желтый большой. А вот маленький, доставай, где он будет висеть? Он будет висеть на моей идее спью. Виктория, девушка настойчивая, сказала, руки опускать не собирается. И станут ли реальными обещания, проверит совсем скоро. На своих же обоях. Анастасия Симонова, Валентин Мирза, 7 канал. В парке, который расположен недалеко от ипподрома, незаконно спиливают деревья. Неизвестные, которые представились сотрудниками горзелентреста, осуществляют незаконную деятельность, прикрываясь ордером на спиливание сухих деревьев. Согласно этому документу, абсолютно все деревья в парке сухие и находятся в аварийном состоянии. По словам местных жителей, это не первая попытка лишить их единственного места для прогулок с детьми. Мы все категорически против того, чтобы нам здесь убирали деревья и строили различные сооружения. Мы за то, чтобы облагородили эту территорию, чтобы могли посадить деревья, чтобы нам сделали клумбы, чтобы нам провели, может быть, дополнительный свет, чтобы нам асфальтировали эти дорожки, которые есть, но не меняли нашего ландшафта. Ну и в конце выпуска немного о погоде. Резкое ухудшение погодных условий одесситам следует ждать уже в конце недели. В пятницу, 24 октября, в Одесской области пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Синоптики обещают гололеты, кратковременное образование снежного покрова, усиление ветра до 22 метров в секунду. Также прогнозируется значительное снижение температуры до 5 градусов мороза ночью и 5 градусов выше нуля днем. Холодная погода сохранится и в выходные дни. Ну и на этом пока все. До встречи в половину восьмого вечера. Не прощаемся. Продолжение следует...